Уважаемые коллеги, хотел бы поднять насущный вопрос. Зачастую, когда мы готовим презентации, мы хотели бы вставить какую-то наглядную географическую информацию по размещению каких-то объектов, партнеров, университетов. Неважно, что бы это могло быть. И в этом коротком видео я хотел бы вам продемонстрировать, как это можно сделать при помощи Яндекс.Мэпс. Всем знакомым. То есть я вам покажу, как создать аккаунт, как создать пользовательскую карту и в конце, как ее можно использовать и расшарить с другими. В результате я уверен, что это будет очень полезно для вас. Итак, вам понадобится аккаунт на Яндексе. В данном случае он у меня уже подготовлен. Вам, возможно, придется зарегистрироваться. Вводим пароль и входим. Следующий ключевой момент — это зайти в раздел «Мои карты». То есть это немножко модифицирует стандартные карты дополнительными возможностями. После этого мы нажимаем кнопку «Создать новую карту» и выбираем имя. Вводим описание и выбирается, доступна ли карта всем, только по ссылке или только вам. Ну, в данном случае, например, наиболее часто используем это только по ссылке. После этого мы начинаем размещать географическую информацию. Например, информацию об университетах. В вашем случае это могут быть заказчики или партнеры. Итак. Выбираем цвет. Таким образом мы размещаем несколько... несколько меток. Мы можем, естественно, это масштабировать. Обратите внимание, что в левой части появляется легенда. То есть каждому цвету и метке соответствует выбранный вами объект. После этого мы можем сохранить эту карту. Сохраняем. И после этого можем разделить это с коллегами посредством ссылки на эту карту. При этом вы ее просто можете скопировать и вставить в браузер. Либо же вы можете, например, ее распечатать. При этом Яндекс вам подготовит визуальный шаблон с легендой, с названием вашей карты. Что тоже является очень удобным. При этом в режиме просмотра карты, после того, как вы отправили это кому-то из ваших коллег, мы можем более удобно отобразить название. То есть когда список большой. Например, щелкнув в левой части. При этом появляется лейбл на карте. Что тоже является очень удобным. Итак, мы узнали, что Яндекс.Мапс позволяет визуально-наглядно создавать карты, размещать на них объекты и после этого делиться этим с коллегами. Надеюсь, это было полезно.